Ситуация с COVID-19 в школах и детских садах. Что делать, если ребенок пришел со школы с температурой? Комментарий дает заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Порохневая. В нашей рубрике «Телеэксперт». Прежде всего, следует отметить, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Приморском крае оценивается как стабильная. У нас не отсутствует превышение эпидемиологических порогов по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В образовательных организациях, в школах, в садах у нас регистрируются единичные случаи коронавирусной инфекции, по которым проводятся эпидемиологические расследования. Если у ребенка поднялась температура, непонятно, почему она поднялась, но нужно какие-то действия предпринять. Да, если у ребенка регистрируется подъем температуры, то родителям нужно в первую очередь обратиться к врачу, к педиатру. Соответственно, им принимается решение, то есть осуществляется осмотр ребенка, и в зависимости от того, какое у него состояние здоровья, какие клинические проявления, им принимается решение, как в дальнейшем проводить лечение ребенка, проводить ли обследование на коронавирусную инфекцию, если у него есть показания к этому. То есть все решение принимает педиатр, но при этом ни в коем случае самое важное, на что нужно обратить внимание, ребенок не должен посещать образовательную организацию, он должен находиться дома. После того, как ребенок переболел, тогда он приносит справку, и только тогда он может быть допущен, вот этот главный документ, который он должен предъявить в школу, чтобы потом продолжить занятие. В случае лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции у ребенка, который посещал школу, дети, которые были у него в контакте, они все подлежат изоляции, под медицинское наблюдение. И им на 8-й, они уже не посещают образовательную организацию, они изолированы. И потом на 8-й, 10-й день проводится лабораторное обследование на лече коронавируса. Продолжение следует...